Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами разбираем различные времена в английском языке и переходим к смешанной практике. Смотрите, как правильно сказать «Ун живёт в Нью-Йорке последние пять лет». Видите, «последние пять лет» — это фраза «for the last five years». И здесь «for» указывает на время «present perfect continuous». Получается, «Ун живёт в Нью-Йорке» — «последние пять лет» — «for the last five years». «He has been living in New York for the last five years». Он живёт в Нью-Йорке последние пять лет. «He has been living in New York for the last five years». Хорошо. Как правильно сказать? Солнце светило и было очень тепло. Акцент на длительность. Раз так, мы с вами, возможно, будем использовать время «past continuous». Итак, солнце светило. «The sun was shining» — «и было очень тепло». Далее просто «past simple» — «и было». Дословно мы говорим «и это было». «And it was» — «очень тепло», «very warm». «The sun was shining» — «and it was very warm». Солнце светило и было очень тепло. «The sun was shining» — «and it was very warm». Вопрос. «Ты когда-нибудь был в Испании?» «Когда-нибудь ever» указывает на «present perfect». Получается «ты когда-нибудь был?» «Have you ever been?» «В Испании?» В спинной фразу «been to?» Получается «been to Spain». «Have you ever been to Spain?» «Ты когда-нибудь был в Испании?» «Have you ever been to Spain?» Далее, смотрите, полезные фразы. «Due to» переводится как «из-за». «Due to». В принципе, это аналог «because of», только более формально. «Due to». «Due to bad weather» — «из-за плохой погоды». «Due to bad weather». Итак, давайте, скажем, использовать данную фразу. «Due to». «Их рейс задержали из-за плохой погоды». «Их рейс задержали». Дословно «их рейс был задержан». «Past simple passive». «The flight was delayed». И далее «due to» — «плохой погоды». «Due to bad weather». «The flight was delayed due to bad weather». «The flight was delayed due to bad weather». «Их рейс задержали из-за плохой погоды». «The flight was delayed due to bad weather». «Как долго ты живешь за границей?» «How long» указывает здесь на present perfect continuous. «Как долго ты живешь?» «How long have you been living за границей abroad?» «How long have you been living abroad?» «Как долго ты живешь за границей?» «How long have you been living abroad?» «Хорошо. Как правильно сказать?» «Я ожидаю, что я достигну следующего уровня к следующему месяцу». Смотрите. Сначала просто present simple. «Я ожидаю, что…» «I expect that…» «А вы далее смотрите. «Я достигну следующего уровня к…» «Есть к by…» «Указывает на афишу perfect. Скажем, используя форму reach. Получается, я достигну…» «I will have reached…» «…а следующего уровня…» «…» «…» «…» к следующему месяцу… «…» 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 Она разговаривает по телефону прямо сейчас. Прямо сейчас, right now, указывает на Present Continuous. Получается, она разговаривает по телефону. Прямо сейчас, right now. Она разговаривает по телефону прямо сейчас. She is talking on the phone right now. Я никогда не был там раньше. Я никогда не был. I have never been там, there, раньше, before. I have never been there before. I have never been there before. Я никогда не был там раньше. I have never been there before. Я жду его звонка с утра. Ведь с утра, since morning, указывает на present perfect continuous. Я жду. I have been waiting. Его звонка. For his call. С утра, since morning. I have been waiting for his call, since morning. I have been waiting for his call, since morning. Я жду его звонка с утра. I have been waiting for his call, since morning. Смотрите. Презина фраза. A sense of admiration. Чувство восхищения. A sense of admiration. A sense of admiration. The admire. Восхищаться. А admiration. Восхищение. Отсюда. A sense of admiration. Как мы скажем. Он сказал это с чувством восхищения. Просто past simple. Он сказал это. He said it. С чувством восхищения. With a sense of admiration. He said it with a sense of admiration. He said it with a sense of admiration. Он сказал это с чувством восхищения. Он сказал это с чувством восхищения. He said it with a sense of admiration. Вопрос. Как правильно спросить. Что остановило его? Это просто past simple. Что? What? Остановило его. В этом случае не нужно вспомогать на глагол. То есть мы просто говорим. Что остановило его? Что остановило его? Я не часто делаю это. Как сказать? Я не часто. Получается? Он не часто ходит туда. Также present simple. Получается он не часто. He doesn't often. Ходит туда. Go there. He doesn't often go there. Он не часто. Ходит туда. He doesn't often go there. Я должен был сделать это в любом случае. Я должен был. В английском будет I had to. Сделать это. Do it. I had to do it. И фраза в любом случае. В умолчении используем фразу in any case. I had to do it in any case. I had to do it in any case. Я должен был сделать это в любом случае. I had to do it in any case. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Хорошо. Как правильно сказать? Он делал свою домашнюю работу, пока его брат играл в компьютерную игру. Акцент на длительность. Раз так, то мы используем past continuous. Получается, он делал свою домашнюю работу. He was doing his homework, пока его брат, while his brother, играл в компьютерную игру. Was playing a computer game. He was doing his homework, while his brother was playing a computer game. He was doing his homework, while his brother was playing a computer game. Он делал свою домашнюю работу, пока его брат играл в компьютерную игру. He was doing his homework, while his brother was playing a computer game. Я закончу писать это письмо примерно через пять минут. Я закончу писать. I will finish writing это письмо this letter примерно через пять минут. Вот через пять минут будет in five minutes. А примерно через пять минут? In about five minutes. I will finish writing this letter in about five minutes. Я закончу писать это письмо примерно через пять минут. I'll finish writing this letter in about 5 minutes. Вопрос. Как долго ты играешь в эту игру? How long здесь указывает на present perfect continuous. Учается. How long ты играешь в эту игру? Have you been playing this game? How long have you been playing this game? How long have you been playing this game? Как долго ты играешь в эту игру? How long have you been playing this game? Хорошо. Как правильно сказать? Его рейс был отменен из-за плохих погодных условий. Смотрите. Его рейс, his flight, был отменен. Отменять это cancel. Получается, был отменен. Was cancelled. His flight was cancelled из-за, скажем, due to, due to, плохих погодных условий. Due to bad weather conditions. His flight was cancelled due to bad weather conditions. Его рейс был отменен из-за плохих погодных условий. His flight was cancelled due to bad weather conditions. Я был в Испании много лет назад. Много лет назад. Many years ago. Ego указывает на past simple. Получается, я был в Испании. I was in Spain. Много лет назад. Many years ago. I was in Spain. Many years ago. Я был в Испании много лет назад. I was in Spain. Many years ago. Я видел классный фильм вчера. Скажем, используя great. Я видел. I saw. Классный фильм вчера. A great movie yesterday. I saw a great movie yesterday. I saw a great movie yesterday. Да, смотрите, я посмотрел. Это будет I watched. А именно я видел будет I saw. Я видел классный фильм вчера. I saw a great movie yesterday. Далее немножко посложнее. Как правильно сказать? Я не знаю, с чего начать. Я не знаю будет I don't know. С чего начать. Дословно, с чего будет with what. Но грамматически with здесь стоится в конце. Тут получается what, начать, what to start и далее with. What to start with или более формально what to begin with. При помощи не дать используем start. Получается I don't know what to start with. I don't know what to start with. Я не знаю, с чего начать. I don't know what to start with. Хорошо. Как правильно сказать? Когда учительница пыталась что-то объяснить, никто не слушал ее. Когда учительница, when the teacher, дали акцент на длительность. Используем pass continuous. Пыталась объяснить что-то. Was trying to explain something. Никто. Скажем, no one не слушал ее. No one was listening to her. Когда учительница пыталась что-то объяснить, никто не слышал ее. Когда учительница пыталась объяснить что-то, никто не слушал ее. Мы смотрели эту программу, когда услышали странный шум. В начале – длительное действие. Pass continuous. Мы смотрели эту программу. We were watching this program. Когда услышали странный шум. Краткое действие. Pass simple. Когда услышали. Дословно, когда мы услышали when we heard странный шум, a strange noise. We were watching this program when we heard a strange noise. We were watching this program when we heard a strange noise. Мы смотрели эту программу, когда услышали странный шум. We were watching this program when we heard a strange noise. Хорошо. Как правильно сказать? Я надеюсь, я смогу свободно говорить по-английски в следующем году. Я надеюсь. I hope. Далее. Я смогу свободно говорить по-английски в следующем году. Next year просто указывает на future simple. Получается, я смогу. Это конструкция. I will be able to. I will be able to. Свободно говорить по-английски. To speak English fluently. В следующем году. Next year. I hope. I will be able to speak English fluently next year. I hope. I will be able to speak English fluently next year. Я надеюсь, я смогу свободно говорить по-английски в следующем году. I hope. I will be able to speak English fluently next year. Хорошо. Как правильно сказать? Я занят этим в последнее время. Смотрите, в последнее время по-английски это слово lately. Лейтли вообще указывает на время present perfect continuous. Если возможно, конечно. Видите, здесь глагол быть, be, continuous не употребляется. Мы просто используем present perfect. Я занят. Present perfect. I have been busy этим фразы busy with, busy with it, и в последнее время lately. I have been busy with it lately. Я занят этим в последнее время. I have been busy with it lately. Она все еще ждет тебя. Все еще still указывает на continuous. Она все еще... She is still... ждет тебя. Waiting for you. She is still waiting for you. She is still waiting for you. Она все еще ждет тебя. She is still waiting for you. Было очень трудно понять, с чего начать. Было очень трудно. Дословно мы говорим «это было очень трудно». Использовать difficult получается It was very difficult понять, to understand, с чего начать. Эта фраза what, используя start, what to start with. It was very difficult to understand, what to start with. It was very difficult to understand, what to start with. Было очень трудно понять, с чего начать. It was very difficult to understand, what to start with. Хорошо. Как мы скажем. Это самое смешное видео, которое я когда-либо смотрел. Это самое смешное видео. It's the funniest video, которое я когда-либо смотрел. Которое здесь дословно обычно не переводят. Мы ранее про это говорили. Это самое смешное видео, которое я когда-либо смотрел. Это самое смешное видео, которое я когда-либо смотрел. Хорошо. Как правильно сказать. Говорят, это один из лучших отелей в мире. Говорят, используя пассивный залог, та фраза «it is sad». It is sad – это один из лучших отелей. It's one of the best hotels в мире. It is sad. It's one of the best hotels in the world. It is sad. It's one of the best hotels in the world. Говорят, это один из лучших отелей в мире. It is sad. It's one of the best hotels in the world. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь прочный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok